Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вы знаете, безусловно, конечно же, зная и понимая, прекрасно осознавая тот факт, что великий Масне написал эту роль специально. Для Федора Шаляпина я, конечно, не мог не обратиться к этим историческим фактам. И слава богу, Федор Иванович еще много фиксировал. Он книги писал, биография свои. И в том числе несложно найти те мысли, которые высказывал Шаляпин по поводу этого героя. Я как раз сейчас, готовясь к этому спектаклю, вновь перечитывал его слова. Это очень интересно, как он подходил к каждой роли. И он не просто найти нужный звук, но и физику этого персонажа. Вот это то, что до, наверное, Шаляпина не делал никто. Вот именно максимально серьезно, актерский подход. Партия непростая, но прежде всего это не вокальная партия, а все-таки роль. И в этой роли артисту может посчастливиться сыграть свою смерть. Что артисты очень любят умирать в спектаклях и снова воскрешаться. Мне кажется, это вообще мечта любого баса исполнить эту роль. И вот мой замечательный коллега, который пел премьеру этого спектакля, Фиручо Фурланетто, он в одном из своих интервью говорил, что молодым басам не стоит браться за такие роли. Что для того, чтобы это понять, нужно прожить жизнь все-таки. Все-таки Дон Кихот человек пожилой. Я вот, получилось, что не стал следовать заветам маэстро Фурланетто. И вот спел уже эту роль уже, наверное, лет пять назад. Но чувствую, что постепенно я с каждым новым спектаклем все-таки что-то, мне кажется, я на это надеюсь, что прибавляю чуть-чуть. Нахожу что-то новое. И в жизни что-то происходит. Получаешь разные эмоции и опыт, который ты потом можешь донести до зрителя. Видел, да, что борода полностью отклеилась? Полностью. Меня за нее схватили, артисты, по-моему, другие. Можно узнать, это кто Дон Кихота обижает. Перестарались немножко. Вот так же мы остались без бороды. Ну, спасибо. 122 назад. Раз. Я очень рано первый раз вышел на сцену Мариинского театра. Так уж посчастливилось. Я учился в храмоучилище имени Гленки. Ребенком я уже как артист детского хора попадал на сцену театра. А потом мне посчастливилось поучаствовать в постановке «Волшебные флейты». В той самой с Юстасом Брансом, которая… 93-й, по-моему, год, если я не ошибаюсь. И я пел одного из юных гениев. Там эти три отрока их там называли. И все, честно говоря, с того момента я уже точно знал, чем я хочу заниматься. Вот я увидел это все волшебство, которое здесь происходит. А для ребенка вообще очутиться за сценой. Там столько всего интересного. Это одна бутафория, что стоит. И все можно подержать в руках, поиграться. Это было очень интересно, да. И после этого я могу сказать, да, другого для себя будущего я не видел. Наверное, очень был бы несчастным человеком, если бы прекратил выходить на эту сцену, да. Поэтому Мариинский театр для меня родной, но я отношусь к этому месту как к храму искусства. Я не побоюсь, это пафосно звучит, но для меня это что-то святое. Это на самом деле так. Субтитры сделал DimaTorzok